Я полагаю, что вот даже эта история про то, что Путин болен, я не исключаю того, что это история, которая сознательно раздувается людьми, которые идеологически, политически Путина обслуживают. Вот не поверите, да. Я почти уверен, что в действительности со здоровьем у него, может быть, и есть какие-нибудь проблемы. Уже западные газеты стали об этом писать в подробностях. Уже появилось там словосочетание «синдром Кушинга». Мы уже в прошлых наших разговорах говорили о том, что вот у людей сильно действующие стероидные противовоспалительные препараты на основе преднизолона, или, как в народе называют, гормональные противовоспалительные препараты. Вот эти препараты вызывают у пациентов отечность, опухлость лица. Такую на себе не показывают, но лицо-подушка возникает у пациента. И вот это вот называется «синдром Кушинга». Явно присутствует этот «синдром Кушинга». Об этом, по-моему, газета «Дейли Мэйл» написала несколько дней тому назад. Да, «Дейли Мэйл» написала, а Оливер Стоун, как вы помните, совсем недавно заявил в интервью, что я-то знаю, что Путин, когда болел раком, его изолировали, а потом он еще чем-то заболел. В общем, говорят о его болезни все. Дело в том, что есть формы онкологических заболеваний, которые могут протекать без летального исхода на протяжении долгих-долгих лет. И требуется только поддерживающая терапия, побочным действием, который является вот это вот самое не очень симпатичное опухлое лицо. Правда, что очень важно, об этом авторы статей на медицинские темы забывают говорить. Все эти стероидные противовоспалительные препараты очень часто сильно действуют на психику человека, вплоть до того, что человека изменяют психологически. До неузнаваемости он становится неспособным контролировать свои эмоции. Часто это выражается в панических атаках, часто это выражается в неспровоцированных вспышках гнева или, наоборот, депрессии. И, опять-таки, поговорить с профессиональными врачами на эту тему они вам расскажут гораздо больше. Но, понимаете, человеческий организм – это в некотором смысле химическая фабрика. И противовоспалительные стероидные препараты дают сбои в работе этой фабрики. Начинают вырабатывать плохие гормоны, которые действуют отрицательным образом на психику человека. Делают его не вполне нормальным, если угодно. Не сумасшедшим, но не вполне нормальным. Он может становиться, скажем так, психопатической личностью. И мы, на самом деле, регулярно видим у Путина и вспышки гнева, и вспышки непредсказуемого поведения. И видим, как из него прет наружу ярость, как он скрипит зубами, играя с желбаками. И, в некотором смысле, смотрите, то, что происходит в ходе войны, агрессивной войны против Украины, можно было вполне предугадать, особенно у человек с такими наклонностями. Вот не заладилось, не пошла война, не удалось взять Киев там за три или пять дней, не удалось устроить парад победы на Крещатике. Получил Путин по зубам не только на подступах к Киеву, но и в других местах. Пришлось в освоясь убираться всем этим так называемым деноцификатором, демилитаризатором, воинам, с позволения сказать, освободителям, всем этим мужичкам-богоносцам. Далее следуют нецензурные мои реплики в адрес этих самых мужичков-богоносцев. И Путин обозлился, Путин психанул. Путин дал команду, я уверен абсолютно в этом, он дал команду перейти к карательным формам ведения боевых действий. И отсюда появилось... Вот вы вспомните, что поначалу, буквально в первые дни войны, была разбита большая колонна бронетехники в Буче. На главной улице, по-моему, вокзальная она называлась, и в сети есть видео, как кто-то из местных жителей долго-долго идет вдоль колонны сожженной бронетехники и рассказывает, как здесь покрошили кадыровцев, пытавшихся прорваться в центр этого города. А потом, судя по всему, кадыровцы вернулись и стали мстить за тех, кто был сожжен в этих танках, в этих ПМП, в этих бронетранспортерах. Это была уже карательная война, это был акт отмщения и удары пожилым кварталам, ракетами, калибрами, дальнобольной артиллерии, системами залпового огня. Это Путин мстит украинскому народу за то, что происходит на самом деле. Возможно, под одобрительные возгласы и аплодисменты вот этих людей, которые его окружают, и которые действительно его подталкивают к такого рода решениям. Сейчас, знаете, если вы меня спросите, а что будет дальше, я задумаюсь. Я не знаю, что будет дальше. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!